Макс прям легендарный же человек, редко выступает перед нами, да? Да, давайте попробуем. Добрый вечер, всем здравствуйте. Мне сказали, чтобы объяснить вообще, почему вот этот доклад появился, сначала я говорю вступительную часть и выступительную часть. Единая интеграционная шина. У нас был прям спор, надо ли делать доклад на эту тему. И я говорю, слушайте, ну есть такая крутая технология, мы ее разработали. Мы пока используем ее в одном месте, давайте расскажем, послушаем, может быть партнеры помогут нам придумать место, где как еще можно использовать эту штуку. И прям вот появился, ну, мне кажется, очень серьезный доклад про то, как можно организовать и как мы у себя реализовали вот тот самый обмен, который у вас есть там по мессенджеру между разными порталами, как организовано взаимодействие. Ну, Максим сейчас расскажет, а я ему помогу. Была бизнес-задача. Собственно, мы много спорили вот на летней партнерской конференции. Пока все обсуждали какие-то вопросы, а мы пытались доформулировать, как же можно решить задачу. Она звучала примерно так. Мы хотим, чтобы пользователи между разными Bitrix24, то есть это разные базы, разные копии, разные экземпляры могли общаться между собой, могли задачи в перспективе ставить, живые сообщения в живой ленте какие-то, документы пересылать. Вот нужно было решить эту задачу. И так звучала она бизнесово, а дальше уже ребята стали размышлять, как ее решить технически. То есть тут я еще вот вспомнил одно наше размышление о том, что очень многие облачные сервисы начинаются как единая платформа, на которой сквозные пользователи, да, помнишь, да? Да, да, да. Сквозные какие-то вещи, и они все между собой так могут общаться, пересылать, это все у нас все идентификаторы в какой-то табличке. По мере роста они вынуждены как-то масштабироваться, горизонтально резаться, вертикально... Шардиться, решать другие задачи. А мы, получается, пошли как бы наоборот. Мы сначала все разрезали, зашардели, то есть мы рассмотрели наши вот эти вот облачные порталы, это как отдельные шарды одной такой базы B324. А теперь мы решили их как бы... Ну, собственно, решить ту задачу, которую бы мы решали, если бы мы в обратную сторону шли. То есть нужно было обеспечить взаимодействие между этими экземплярами. Единое пространство всех вот этих вот разных сущностей, заведенных в разных базах данных. Техническое решение, это уж тебе. Да. Я там рядом стоял. Техническое решение, да. Ну вот хотелось сделать единое такое пространство, чтобы можно было у Алиса и Боб могли бы на своих порталах иметь такие разделяемые сущности, вот как задача, живая лента, диск. Ну, потом мы, потом на самом деле мы про чат вспомнили. Но поскольку чат наиболее простая из всех этих систем, мы с нее и начали нашу реализацию. И задача стояла очень простая. То есть нужно было как-то сделать так, чтобы один и тот же чат присутствовал в базе данных и у Алисы, и в базе данных у Боба. При этом хотелось наложить ряд ограничений заранее, и все проектирование дальнейшее, собственно, было с учетом именно этих ограничений. Мы хотели асинхронность. Мы не хотели, чтобы Алиса, написав сообщение Бобу, ждала, пока это сообщение сохранится к нему в базу данных, произойдет возврат какого-то значения, это нужно будет как-то обработать, ошибка, не ошибка, что-то сделать. Или если, например, сообщение между Ком или Ру, чтобы при отсутствии связи между континентами, в общем-то, все процессы не стояли. Не стояли. Будет возможность, появится связь, процессы пойдут. Мы хотели независимость от транспорта. Ну, здесь, скорее всего, подразумевается, что сделать эту часть настолько простой, настолько прозрачной, насколько это можно, чтобы можно было обмениваться вот этими вот самыми чатами, звонками, сообщениями и по HTTP, и по, ну не знаю, по любым другим. Поставили ведь задачу и коробку, и облако, то, собственно, у нас и должно было получиться некое независимое такое архитектурное решение. Ну да. В общем, и мы обеспечили это, разделив функционал внутри модуля, барьерами программными. Хотелось поддержку разных версий. Опять же, то есть мы запускаем сейчас, все это запустили на Bitrix24, там везде одинаковые копии файлов на всех веб-серверах. Все скучно и единообразно. В жизни это не так. Кто-то портал обновляет, кто-то нет. Данные между ними ходят, модули разных версий. Нам хотелось все это, конечно, суметь сопрячь между собой. Слабая связанность порталов. Портал может быть выключен на обед, или на ночь, или уборщицей. Да? Это надо учитывать обязательно. Ну и мы хотели, конечно же, предусмотреть еще настолько просто сделать этот API, чтобы было и нашим разработчикам внутри компании просто его интегрировать, и внешним. Вам, нашим партнерам. Мы пришли к мысли о репликации. Вообще рассматривались и рестапи, но они не подошли нам по ряду концепций, хотя такое техническое решение можно было осуществить, но там не прокатили некоторые ограничения, или показалось, что сложнее. В общем, это был отдельный предмет большого спора. В итоге сошлись к этому движению, к этому направлению. Да, мы оглянулись вокруг, посмотрели, существует чудесная асинхронная MySQL-репликация. Все более-менее, наверное, представляют себе, как это работает. Пишется журнал всех модифицирующих SQL-запросов, и этот журнал вычитывается, на второй базе данных он выполняется, и получается две базы данных такие как бы одинаковые. Но мы не можем это сделать для Bittrex24, ведь уже идентификаторы в табличках заняты. Мы не можем просто взять и запустить репликацию на Bittrex24. Да и нигде не можем. Идентификаторы в табличках заняты. И физический смысл на портале Алисы, автора ID единичка, он отличается от физического смысла единички на портале Boba. Стоит между этими базами данных непреодолимая кирпичная стена буквально. Но мы ее разбили. Не самый, может быть, изящным образом, но тем не менее. Мы на каждом из порталов заводим соответствие идентификаторов внутренних, внешним. Это представлено от таблички, идентификатор модуля реплика, табличка B-реплика-мэп, в которой мы прописываем, что вот у нас чат с идентификатором 2 имеет внешний код, всем известный, deadbif, и на портале Boba с этим же кодом deadbif и мы имеем чат с идентификатором 3. И все, что нам теперь остается, это если на одном из порталов удаляется, например, запись из таблички B-мэп-чат с идентификатором, который присутствует у нас в реплике, нам нужно об этом информацию передать на тот портал, на котором она еще используется и удалить эту запись и там. Карта соответствия же есть, правильно? Выполнить по сути логическую репликацию, то есть не напрямую репликацию таблица, таблица, а выполнить даже репликацию не всех строк, а только избранных строк, которые требуются отслеживать, причем по дороге так модифицировав эти изменения, чтобы они правильно отработали на втором портале и соответствовали логике приложения. Да, об этом слайда нет. На самом деле в эти таблички B-реплика-мэп записи попадают по вполне определенным критериям, и прежде чем они туда попадут, они проходят проверку на пригодность, нужно ли их реплицировать или нет. То есть не все данные реплицируются, а только те, которым требуется репликация. Ну вот в данном случае в эту табличку B-мчат 2 попал благодаря тому, что у него есть автор ID 2, это на самом деле боб на портале Алисы. То есть мы видим, что B-user ID 2 это вот боб у нас будет. И только из-за этого, из-за того, что эта запись ссылается на запись, которая уже реплицируется, она начинает реплицироваться. Так, наверное, понятно будет. Не знаю, не уверен. По вопросам поймем. После этого, если добавляется сообщение в этот чат, соответственно, то это сообщение ссылается на чат, который уже реплицируется, и оно начинает реплицироваться. Ссылочная целостность, реляционная алгебра, третья нормальная форма, знакомые слова, надеюсь. Собственно, что там происходит? Пользователь нажимает кнопку отправить. В чате? В чате. Происходит пост-запрос, который обрабатывается компонентом Instant Messenger, который в итоге приводит или не приводит, в некоторых случаях приводит к вызову метода ADD Update или Delete, модифицирующему данные, собственно. Там вызывается D7-таблет, как мы их стали называть. Это прослойка ORM, в которой возникают автоматические события D7. На них уже подвязан обработчик модуль шины. Он проверяет, нужно ли ему эту запись реплицировать или не нужно. И если нужно, он осуществляет трансляцию идентификаторов вот с помощью той карты отображения, логической репликации, упаковывает что-то в красивую обертку и засылает на сервер обмена. С точки зрения чата все выглядит примерно вот так. Это класс, который реализует репликацию таблички BMChat. Здесь мы видим, собственно, эту табличку BMChat. ClassName – это класс таблета, на который будут автоматически свешаться обработчики ORM. Описание первичного ключа, предикат. То есть это означает, что мы вот по автор ID как раз и проверяем. То есть если этот автор ID реплицируется, значит вот эта запись, которая ссылается на автор ID, которая реплицируется, будет реплицирована. Трансляция, правила трансляции. Для того, чтобы при приеме сообщения мы смогли все это вернуть обратно каким-то образом. Ну и правила еще некоторые для полей, там спорные вещи. А связанность, я так понимаю, это… И связанность есть, да. Если эта таблица связана с другими, ты ее здесь декларируешь, и она тоже начинает реплицироваться? Нет, вот в данном случае вот здесь, конечно же, вот есть строчка номер 22, да, children, ID, BIM-relation, chat ID. Вот BIM-relation тоже должен быть описан. Ну иначе ничего это не заработает. То есть обе таблички, которые участвуют в репликации, должны быть описаны. Транспортная система, то есть вот этот пакетик, он упаковывается и отсылается пост-запрос на сервер очередей. Ну то есть мы вообще исходим из того, что чат, например, может быть на сотни человек. С самых разных порталов. Значит нужно умедриться доставить это по сотням порталов, да. Отправив при этом одно сообщение. Ну и мы в это сообщение, естественно, дописываем всех получателей. И вот как раз транспортной системой занимается маршрутизацией. То есть получив сообщение на сотню получателей, она внутри у себя создает сотню сообщений исходящих. И каждая из них начинает на эту сотню порталов доставлять. Бобу, Дэйву, ну кто бы там ни попался. Алисе на пути ее самосовершенствования. Вот так примерно выглядят сообщения, которые ходят по шине. Здесь мы видим, что это сообщение вставки. Наверху там есть insert.op. Сначала было просто insert, но наш модуль проактивной защиты рубил эти пакеты к черням собачьим. Дальше идет табличка, собственно, на которую этот пакет был сформирован. Ее первичный ключ, ну это вставка. И мы вот этот вот уникальный идентификатор должны будем сохранить со вставленным идентификатором к себе новым. Запись, ну та оригинальная, которая была, собственно, на портале Алисы сформирована. Узлы получатели, ну вот там вот может быть до сотни. Ну или там, не знаю, ограничения, в общем, физически я пока не программировал там. Трансляция. Здесь речь идет о том, что вот идентификатор, ну вот chat ID, это у нас chat ID исходный, он здесь 3514, а вот на портале Bobа надо будет искать вот по этому идентификатору и заменять его. Вот тот вот 3514 на тот, который будет соответствующий. Логическая же репликация. Ну и дальше идет несколько служебных полей. Это, собственно, функция, которая сформировала этот пакет, время этого пакета, IP-адрес и кэширование карты отображения. То есть какой базе данных там, что соответствует. Прилетела вот эта вот штука в каком-то виде, прилетела на портал к Bobу. По транспортной шине. По транспортной шине, да. Ну я не сказал о том, что у этого сервера сообщений, у всех порталов есть разделяемый секрет. И, соответственно, каждый из отправителей подписывает этим секретом сообщение, и каждый из получателей проверяет эту подпись. Так что мы сначала, Bob сначала должен удостовериться, от моей ли шины это пришло. Да, от его. После этого он подставляет вместо логических идентификаторов физические, выполняет, собственно, операции в базе данных низкоуровневые, и дальше идет вызов обработчиков событий. Это, наверное, самое слабое место во всей конструкции, потому что после вставки в табличку сообщений чата, к примеру, должна отправиться пуш-нотификация. Когда мы физически вставляем в MB им месседж, запись, естественно, никакие ни события, ни обработчики, ничего не срабатывает. И мы вынуждены почти дублировать код отправки пуш-нотификаций, но уже для шины персональной. Это результат работы. Вот эта вся конструкция, она работает с виду. То есть когда в своем чате в Bittrex24 вы находите Сергея Рыжиков, он на портале CP Bittrex.ru, нажимаете и пишете первое сообщение. Это сообщение по шине, вот как Максим рассказал, завернули, подготовили, модуль шины отследил его, создал пакет, отправил в транспортную систему, он дошел до нашей коробки, коробка получила, создала чат, завела этого пользователя как внешнего, выполнила соответствующие действия, и у меня появилось сообщение пуш, я начал общаться с вами в мобильном приложении. Хотя эта коробка стоит у нас там в Калининграде, а порталы могут находиться где угодно. Пока коробка подключена только одна наша, но вот Максим как раз, мы собираемся открыть этот модуль в дальнейшем для коробки. То есть при установке он обменяется секретом и позволит, автоматически подключит портал к нетворку. Ну, я думаю, для начала мы как-то в полуручном режиме будем секреты выдавать. Я, кстати, предлагаю Максиму Месилову подключить. Давай. Если у него свежие версии модуля установлены, то можно попробовать. А он сделает новую. Лирика. Это моя часть? Начинается. Собственно, это два модуля. Есть клиентский, есть серверный. Ну, то есть клиентский, мы имеем в виду клиентский, тот, который отвечает на порталах, сегодня пока только для порталов, за подключение к шине. Он получит свою часть секрета, будет выполнять мониторинг и выполнять соответствующие функции. Мы поддерживаем облако и коробку, и взаимодействуют они, собственно, поверх HTTPS, обмениваются шифрованными данными. То есть транспортная шина выполнила наши требования, она стала синхронная, независимо от доступности этого проекта, работает в разных условиях, обеспечивает доставку сообщений. Скорость доставки соответствует, в общем, ну, примерно реал тайму. Маршрутизация выполняется достаточно быстро. По крайней мере, мы уверены, что мы знаем, как эту задачу решать и масштабировать. Пока у нас этот транспортный узел, ну, собственно, один. Но по архитектуре мы можем сделать их несколько, этих транспортных узлов, в разных там дата-центрах, так как нам это необходимо. Все это оснащено системой безопасности. То есть мы не боимся подключать коробку, не боимся, что увидите исходники и не боимся, что вы засунете какие-то команды, которые могут что-то удалить или неправильно сделать на порталах облачных и так далее. Хоть это низкий уровень, тем не менее защищенность обеспечивается на достаточном уровне, чтобы это не было опасно для проектов. Транспорт-маршрутизацию мы уже обсудили. Транспорт-маршрутизация логическая синхронизация данных. По сути, это логическая синхронизация сегодня работает в целом для Bitrix24. А у тебя будет дальше слайд, где возможные варианты использования, нет? Давай здесь. И эта технология, мы предполагаем, вот, собственно, сейчас она готовится для того, чтобы использовать ее для задач. Я, кстати, думаю, что, может быть, с мессенджером даже сложнее получилось, потому что он реал-таймовый, потому что он много пуш, уведомлений или других вещей делает. С задачами как бы звучит, ну, то есть наборы таблиц, мы их задекларировали, включили их на отслеживание и должны получить, ну, работающий, как бы уровень. Но возникают все равно логические задачи, которые предстоит решать. Единая интеграционная шина может быть использована не только внутри core-портала, но и, например, между управлениями сайтом. То есть, если бы, например, нам потребовалось две таблицы синхронизировать между порталами, мы бы могли, используя транспорт, то есть, предположим, мы выпустили этот модуль в управление сайтом. Вы задекларировали, говорите, хочу вот эту таблицу, делать либо точную копию, либо, например, логическую копию вот по определенным правилам на другой машине или на других серверах. Мы предполагаем, что мы можем отдавать наш транспорт для того, чтобы он работал для обмена этими данными. То есть, мы не думаем, что нужно будет создавать много транспортных систем или много транспортных шин. И, в общем, сможем обеспечить ее функционирование, необходимое для выполнения таких вот систем. Про enterprise будет еще, да? То есть, мы создали некий такой слой или некую технологию, которую нашли применение для себя, то есть, мы ее создавали для своего решения, пока она не тиражируется для других продуктов. Но, в целом, нам кажется, что могут быть задачи, могут быть решения, где можно это использовать. Потенциал как бы есть. Потенциал, да, у этой технологии достаточно большой. Мы также считаем, что вот эта технология возможна для построения Bittrex 24 Enterprise как платформы. У тебя слайд следующий есть? Или у тебя что там? А, у тебя только так. Ну, окей. Давай вот на этом фоне. Что такое построение распределенной системы, ну, или как бы использование интеграционной шины для Bittrex 24 для большой компании? Большая компания — это сотни тысяч людей и зачастую отдельные юридические лица, каждая из которых от нескольких сот до нескольких тысяч человек. Долгое время обсуждается вопрос, что давайте сделаем один, например, Bittrex 24 для компании там в 100 тысяч человек. На самом деле, это практически невозможно не технически, а потому что социальная группа перестает работать. Все боятся искать, на одну фамилию много одинаковых людей с одинаковыми данными, совершенно непонятно из каких они областей, филиалов, как им адресовать задачи ставить. Становится людям страшно. Это не их социальная группа. Они никого из этих людей как бы не знают. И мы предложили одному из наших клиентов такое решение. Мы говорим, в каждом филиале ставим отдельный Bittrex 24 и между ними запускаем интеграционную шину. Тогда получается, что, например, вот в этой компании там, не знаю, на 100-500 человек работает о свой портал, люди между собой общаются, они не боятся коммуникаций, но так же, как Bittrex 24 Network, когда им нужно найти человека, они его находят в мессенджере, либо в задачах, либо в живой ленте и могут общаться и коммуницировать с этими. Так как это единая авторизация, но по сути это копия Bittrex 24 Network, люди могли бы заходить на порталы этих филиалов, ну, например, там директору нужно какого-нибудь филиала работать в головном. Мы предлагаем решать эту задачу. Он заходит и работает там, ну, как бы с единой авторизацией, но тем не менее он может и задачи, и коммуникации осуществлять между проектами. То есть можно, например, написать объявление, которое раскинется по всем порталам. В принципе. И станет доступно не только всем пользователям в этом портале, а всем, которые есть зарегистрированные порталы. Так нам кажется, что это технологии, мы постараемся сделать, то есть мы делаем к этому много усилий для того, чтобы выпустить отдельный продукт Bittrex 24 Enterprise, который будет позволять строить распределенные системы с низкой связанностью и в то же время позволяющие обрабатывать такие задачи или такие объемы организаций. И по реакции клиентов, с которыми мы первыми общались, и как мы им представляли эту технологию, вообще всегда реакция была очень хорошая, потому что людям и компаниям очень понятно. Да, отлично, мы здесь ставим свой, здесь ставим свой, а тот объем коммуникации, который между ними необходим, можно осуществить таким образом. Так выглядит единая интеграционная шина. Еще раз подчеркнем, что, наверное, можно дистрибутить через нее, кстати, вот только сейчас подумал, что через нее можно дистрибутить какие-нибудь справочники. Ну, например, местоположений или еще что-нибудь. То есть у нас как бы мастер-портал, и мы могли раскидывать в одну сторону, дистрибутировать те или иные данные или таблицы. Ну, кстати, вариант. Все, у тебя есть еще слайд? Ну, вот это вот мы как раз обсуждаем новые сценарии. Еще раз, если у вас будут сценарии, мысли, как это использовать, мы будем готовы ответить сейчас на вопросы, готовы будем порассуждать с вами в целом о том, как это можно найти и как можно реализовать. Все? Чудесный слайд. Мы готовы отвечать на вопросы. Вот как раз по поводу кейсов, по использованию мы общались в кулуарах по поводу миграции заказов и пользователей. Можно по шине, вот когда идешь к разработке магазина, без остановки. В песочнице разрабатываются, потом ставится релиз, поехали туда заказы, поехали пользователи, осуществляется запуск. Никакой остановки, все красиво, быстро. Не, нереально без сейл, звездочка, все таблицки реплицировать. Ну, сейл, звездочка. В теории хотя бы. Ну, реплицировать, да. То есть, если они, конечно, структура их один в один, то есть, то можно в какой-то момент включить, ну, как бы сказать, эту шину. Все новые заказы начнут со связанными сущностями, ну, если их правильно описать. То есть, надо будет потратить время на описание схемы базы данных в терминах репликации. То есть, надо будет для каждой таблички сделать вот классик. Ты, Миша, для интернет-магазина. Объясните мне схему. То есть, есть интернет-магазин с продакшен, а вы ведете разработку на локальном. Да, откуда, куда должны заказы попасть? Из продакшена в этот тестовый? Но там возникнет очень тонкий момент. То есть, дело в том, что надо будет, чтобы вот эти вот записи все, которые там будут генериться, они никуда не уходили до поры до времени. Ну, то есть, она, да, шина асинхронна. Но для того, чтобы ее сделать асинхронно, то есть, надо приложить усилия для того, чтобы она, ну, как бы встала, а потом в час че открыть плотину и все синхронизировать. Я правильно понимаю? Экзотический сценарий. Ну, как-то да, но это уж очень. Самая большая проблема, что могут ведь на портаче что-нибудь не туда-не туда загнать. Нет, я бы в таком случае, может быть, просто обычную MySQL репликацию лучше было бы запустить, особенно если версии модули совпадают, табличка одинаковая. Ну, и ключевое слово здесь тестовая база данных. То есть, нам не обязательно там сохранять идентификаторы или вообще какие-то данные. То есть, мы можем все почистить, импортировать с продакшена и MySQL репликации догонять по мере потребности. Мне кажется, тут… Ну, давайте еще вопросики, пожалуйста. MySQL репликация поддерживает репликацию по маске таблиц. Можно исключить все, что не нужно. Ну, как бы. Предположим, у нас Алиса работает с Бобом. Допустим, Боб субподрядчик и Алиса отдает Бобу какую-то конфиденциальную информацию, там, я не знаю, документ в рамках задачи. Потом Боб выводит свой портал из интернета в интернет и еще после этого у них разрываются отношения и доступ к этой задаче, к этой документации необходимо отобрать. Вот тогда что? Он мог эту документацию распечатать, отсканировать, распознать. Подожди, ну разрывается и что? Разрывается. Нет, ну просто смысл в чем? На портале Боба у него все равно останется та же самая задача, он будет иметь доступ ко всем тем же документам. Нет, если он не отключится от шины, ничего у него не будет, все поудалится. Вот предположим, на какой-то момент он отключился от шины, ему необходимо было перевести свой портал в интернет. Ну все, бедняга, он больше не подключится. Но зачем нам его возвращать? Пожалуйста, вопросы. Я видел, были руки. Можно ли будет свою шину запустить в интернете, например? Транспортную шину? Да, транспортную. Ну вообще для интерпрайза, наверное, надо будет давать шину, они же не захотят, чтобы мгновенные сообщения выходили во внешний роуминг. В теории и на практике серверная часть модуля шины это модуль к битрикс управленным сайтом. Ну то есть всего-навсего. Мы просто больше ничего не знаем, вообще все пишем на битриксе. Ну, совершенно верно, потому что сервера очередей не подошли под эту задачу. Я две недели потратил на изучение различных серверов очередей, их функционала, и ни один из них даже близко не подошел к тем требованиям, которые мы выдвинули. Ну, в смысле сохранение последовательности сообщений, то есть вот когда у нас какой-то портал выключается, то сообщения начинают перепутываться. Очередность они не обеспечивают. А нам очередность нужна, очень строгая. Ну то есть у Рэббита они что-то такое добавили в одной из последних версий, он даже после перезапуска сохраняет очередность сообщений, но там нельзя переваршрутизировать. И еще в Рэббите у меня была сложность с организацией собственно самой подписки. То есть там модель, здесь модель не подписная, здесь модель ну именно отправитель-получатель. Вот в чем говоришь. Ну то есть какая-то у нас особенная очередь оказалась. Не легли сервера очередей. То есть в принципе можно, отвечая на ваш вопрос, в принципе мы можем. За отдельные деньги, конечно. Модуль есть, его можно установить. Сделать подход к этому. То есть на самом деле есть еще один модуль транспортной шины. Так, пожалуйста, вопрос. Последний вопрос, я думаю. Последний, почему? Еще есть время. Окей. Как я понял, интеграционная шина видит бусы карпортал на уровне таблетов D7. Что можно сделать на принимающем портале, чтобы как-то пометить, ну среагировать на полученную запись, что она получена извне. Например, пометить ее как объявление, полученное из головной организации. Какую-то свою логику повесить, исходя из того, что она получена извне, а не создана внутри. Так вы же это увидите. А зачем это делать? Там всегда видно, что это внешний пользователь, всегда у него там глобус прилеплен. То есть никогда не будет, что у вас создастся ощущение, что это внутренний человек. Если это внешний, я, например, могу не отсылать какие-нибудь уведомления, либо наоборот отсылать. Мы как раз внутри продукта решаем эту задачу, в принципе. И у вас будет достаточно данных, если вы будете свое приложение писать, чтобы обработать специфическое поведение. Мне так кажется. То есть внешний пользователь внутренний, слать ему что-нибудь или нет. У него вся атрибутика есть. Пожалуйста, вопрос. А в этой интеграционной шине будет настройка не только по четырем сущностям, которые объявлялись, но и по другим, чтобы, к примеру, в одной интеграционной шине 10 порталов. Два из них обмениваются по одним направлениям, три из них по другим и так далее. То есть гибкая настройка будет или подразумевается? Мы показываем, что сейчас мы реализовали это в первую очередь для Bittrex24 Network и для Bittrex24 для работы вот тех задач, которые необходимы. Конечно, это создано с возможностью повешать обработку других таблиц, обработчиков или других задач, но делать из этого прям продукт с настройками до конца непонятно как бы спрос. Нам кажется, что это все равно будут индивидуальные интеграционные решения. То есть все, что там будет реализовываться с использованием этой шины, это будет либо через нашу транспортную шину, там мы сможем регулировать, либо через транспортную шину, которая будет поставлена непосредственно внутри. И очень специфические скорее задачи для таких опытных партнеров в первую очередь. Я не знаю, нужно ли там параметрами делать или в логике сделать, или сделать свой интерфейс уже для этого заказчика. В общем-то никакого административного интерфейса на данный момент в этом модуле нет. Нет, у тебя есть там какие-то проверки, тесты, еще другие вещи. только серверная часть. В клиентской ничего нет. Сергей, есть еще один вопрос? Пожалуйста. Давайте последний. Как вы удаляете этих юзеров из других порталов? Как вы их будете удалять? Чуть ближе микрофон. Если мы удаляем сотрудника, как он удаляется из остальных порталов? Ну, сейчас никак. Ну, дело в чем? Вот смотрите, на портале Алиса и Боб, Алиса Боба что-то написала, он у нее в чатике висит, и вот Боба с его же собственного портала уволили. У него поставили активность N. Залогиниться он на этот портал не может. Соответственно, Алиса от него любые коммуникации перестает получать. Ну, нет источника коммуникации. Если она ему напишет, то сообщения для Боба будут доставлены на его портал, вставлены там соответствующие таблички сообщений, там чатов и прочее, ну, или там задачи живой ленты, но при этом сам Боб на них никак не среагирует. Для Алисы это будет все равно, что писать в пустоту. Но зато потом, если Боба примут обратно на работу, вернут ему активность, у него будет вот все то, что вот он пропустил, и у него будет возможность восполнить пробел в общении с Алисой. Я, наверное, хочу добавить, что на самом деле это логические решения. То есть эти решения уже поверх шины. То есть, когда вызываются обработчики, то есть, например, дошли данные, вызвали обработчик, сообщить наверх, сообщи наверх, что пришло сообщению. Вот там мы, в принципе, вольны принять решение. Мы можем удалить, мы можем не удалить. Мы могли, например, при увольнении пользователя зачистить его историю или какие-то другие вещи. Но в целом, так как у нас концепция в продукте сейчас, что при увольнении все накопленные данные остаются, работает сейчас такой состав. Такая вот архитектура. Так, ну что ж, коллеги, спасибо. Я, в общем, рад, что мы сделали этот мудреный доклад. Вы теперь знаете много информации, которую теперь надо понять, она вам пригодится или нет. Спасибо, Максим. Спасибо, Максим.